Музыкальная летняя академия Целью академии было открыть белорусским музыкантам барочную музыку на инструментах той эпохи. Темой мы выбрали «Дрезден. Музыка при дворе Августа Саксонского», где в конце XVIII века собрались лучшие музыканты, такие известные композиторы, как Альбиони, Гендель, Бах, Зеленко. Очень много произведений той эпохи, дошедших до наших дней, еще не открыты музыкантами. Саксонская библиотека оцифровала нотные записи произведений «Дрезденского двора». Мы хотели открыть студентам доступ к этой музыке и показать, как ее можно играть, какой музыкальный язык для нее подходит. Также мы говорим о духе времени, о культурно-историческом контексте, о миропонимании и средствах выражения той эпохи. Организаторы проекта смогли собрать уникальный профессорский состав из Белоруссии, Германии и Америки. Среди преподавателей такие известные музыканты, эксперты в области музыки барокко, как Синтия Роберт Скрипка, Фиби Карай Вилончель, лютнист Аксель Вольф, флейтистка Галина Матюкова и Кристиан Бойсов-Агод. Кристоф Хаммер, преподаватель по классу барочного клавесина, разделил художественное руководство Академии вместе с Сюзанной Регель и Владимиром Невдохом. Дневные занятия и мастер-классы плавно переходили в вечерние дискуссии, где преподаватели и студенты обсуждали особенности музыки, рожденные в придворной капелле Дрезденского Кюрфюста. Вы, конечно, понимаете, что в рамках одной недели, несмотря на то, что это очень большой проект, действительно что-то серьезное научить людей, не играющих на старинных инструментах, на них играть нереально. Но что сделать реально? Это показать людям, с чего надо начинать, за что надо браться, куда обращаться, где искать ноты, где искать контакты, как работать и что вообще такое дух старинной музыки для тех музыкантов, которые играют на современных классических инструментах. И организовать масштабный проект за пределами Минска у нас бывает очень сложно. И мы, когда разрабатывали нашу концепцию, мы об этом тоже думали. И мы думали, где бы мы могли это провести, не хотелось нам это делать в столице. И обратились мы к Ольге Николаевне Попко, к Мирскому замку, и рассказали ей о нашей идее. И нам очень и очень приятно, что с самой нашей первой встречи руководство замка глубоко заинтересовалось этим проектом. История Мирского замка насчитывает почти пять столетий и связана со многими знаменитыми личностями Великого княжества Литовского, среди которых наиболее известны представители княжеского рода Радивиллов. Долгое время замок и его окрестности были в запустении, но после завершения реставрации в 2010 году замковый комплекс открыт для посетителей. Мирский замок не только один из самых посещаемых туристических центров Беларуси. Сегодня это место притяжения многих культурных проектов и инициатив. Из разных углов Мирского замка, из дворцов, из башен слышны звуки старинных инструментов музыкальных. И, конечно же, это не всегда прекрасная мелодия, иногда это просто повторение какой-то музыкальной фразы. Но, вы знаете, атмосферу, которая создает это, она просто непередаваема. И я думаю, что не скоро нам удастся опять собрать здесь таких звезд, юных музыкантов, молодых, уже состоявшихся исполнителей. И особенностью нашей летней музыкальной академии является то, что европейские знаменитости, музыканты приехали в Мирский замок не только со своими талантами, со своим умением, но также и с настоящими старинными инструментами, самому старому, из которых несколько сотен лет. Это итальянский старинный инструмент. Ему более 300 лет. Был создан приблизительно в 1690 году. Имя мастера неизвестно. Вот уже 30 лет он мой лучший друг. Синтия представляет скрипку, на которой она будет играть сегодня вечером на концерте. Инструмент был создан в 1671 году и прекрасно подходит для исполнения музыки Дрезденского двора. А это скрипка работы Маджини, сделана в Италии в 1620 году. Студентами первой летней музыкальной академии стало 40 человек. Молодые люди приехали в Мир, небольшой поселок в Западной Белоруссии, из разных стран. Германии, Голландии, России, Украины, Польши. Немало тут и белорусов. Самым младшим в этом веселом и энергичном коллективе стал 13-летний минский школьник Боря Фрэнкель. Его талант еще в 2011 году заметила Сюзанна Регель в одной из своих поездок в Беларусь. Очень большая на русском ансамбле, сольный, еще один ансамбль, и был еще один ансамбль. То есть сложно очень. Важная такая особенность профессии музыканта – быть свободным. Свободных мыслей, свободных своих идей, фантазий. И эта свобода очень хорошо подчеркивается в музыке эпохи барокко, потому что сами инструменты, в частности скрипка, очень много таких есть сложностей в удержании инструмента. Но зато свобода в игре. Мы счастливы, что студенты проявляют собственную инициативу и воплощают в жизнь наши импульсы. Мы верим, что участники Академии получили от нас хороший багаж, благодаря которому они смогут самостоятельно продолжить собственный музыкальный путь. Осталось совсем немного времени до начала одного из кульминационных моментов Академии – совместного концерта преподавателей. Это традиция летних музыкальных академий. Послушать знаменитых музыкантов специально приехали люди из разных городов Беларуси. Сегодня прекрасная музыка барокко заполнит мирский замок, как когда-то много столетий назад звучат мелодии великих композиторов Талемана, Баха, Зеленки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова